Сейчас я бы сыграл бы уже h4 с идеей h5. Так, ой, f3. Нет, Саша, знаете, Саша почувствовал уверенность в своих силах и просто играет в шахтаты. Действительно, а играть он умеет здорово. Конь g5, кстати, повторяем, опять-таки, поединки по 5 минут. Да, здесь все-таки у Грещука был большой перевес, поэтому он не видит необходимости менять эту пластиночку. Потому что здесь можно сделать много ходов руками, без участия головы. И достаточно быстро. Видите, у Грещука по-прежнему минутка. Это потому что секунда добавления на ход у него имеется. На ферзовом фланге пространство есть. Можно слона на d3 передвинуть. Да, слон e2, слон d3. Тоже довольно полезно. Мне кажется, слон на f3 здесь просто плохо стоит. А можно сыграть g3, не пуская черную пешку на h4. Ну, тоже, кстати, интересный ресурс. Слон d2. Смотрим потихонечку. Конь идет на d3. Да, ну, здесь просто механика достаточно известная. Грещук просто ее исполняет. Просто потому что очень хорошо знает. И много партии так уже сыграл. Слон g5, слон e1. Конь f4, кстати. Вот отличный способ уклониться от разменчика. Ну и что делать? Слушайте, на h5 там нигде жертва не пройдет. Вот g3. Вот теперь я понял, что по структуре черным здесь легкой жизни уже не будет. Конь на a6. Кто скажет, что этот конь расположен хорошо, я тому рассмеюсь в лицо. А вот теперь, когда он встанет на b5, может быть. Очень даже может быть. Вот. Ну что, надо что-то с этим слоном f3 делать, а? Саш, надо что-то с ним делать. Надо куда-то его переводить. А может быть, просто надо жертвовать его. Ферз d3. Ну что, крепко, плотно расположили ферзя. Так, ну что? Слон, слон. Какой-то планчик нужен. Нужен планчик. Нужно перебазировать фигуру. А слон, может быть, на h3 переходит. Да, хотим побить на f5. В нужный момент. Разумеется, например, после ферз f3. Да, потому что на h5 подвисает, а там e6. Так, нам прорыв не дают пока сделать. Ну, конь d3. А некуда торопиться. Вы знаете, черные совершенно лишены контр-игры. И надо потихонечку. Конь c5. Это такой непростой путь, слон f4, да? Вот я даже не уверен в том, в чью пользу размен на c5. Но там, видимо, белый слон через g5 на f6 зайдет. Опа! И заскочили на f6. Так, ну, отдает качество уже рапорт. Начинает крошиться. Взяли на f5. Там, правда, gf, да? Ну, черные делают заявку на крепость. Ну, на ef, конечно, там e6. Шел такой ресурс. Ну, а сейчас просто ладью переставляем по вертикали. h много-много ладей сейчас идет. Одна, вторая, третья. Там, правда, пешка на c3 подвисает. Вот что меня смущает. Конь b5. Есть ход. Подождите. Я вот не уверен, что Саша сделал все правильно. Сейчас еще ферзь d8. Ферзь бьет g5. Нет-нет-нет. Здесь позиции, кстати, совершенно непонятные. Мне кажется, что у черных просто-напросто не хуже. Так. Так-так-так. Ну, вот надо g4 где-то сыграть. Саня, давай g4. Дави на гашетку. Дави. Вперед. g4. Санек, давай. Вот. Ферзь h4. Ну, садей g4, да? Да. Ну, вот черные прорвались. И теперь, и теперь. А, теперь короля ведем на d3. И потом уже ладья на h1 встанет. Ну, хорошо. Все-таки еще поиграем немножко на победу. Может быть, не очень много. Но зато вот сейчас освобождаем ладью. Теперь ладью ставим на h1. g4. Вот такой план. Кстати, а как защищаться? Ну-ка, и g4. Вперед. Вперед, Саня. Так. Ладья идет. Конь на g7. Видимо, единственный шанс. Ну, тогда мы играем c4. Пытаемся порваться на ферзовом фланге. Все-таки тяжелая позиция у черненьких. Тяжелая. Знаете, здесь скажу, что ладья есть все-таки ладья. О! И такой шаг тоже есть в природе, да? Потому что на взятие ладья h7, g3 и король e3. Просто, да? Король e3. Ну, так просто ладья h8. Да, нет. Ну, это ладья легко решит исход сражения. Стоп. Подождите. Там пешка на c3 зависла. Ай-яй-яй. Только бы не земнуть, только бы не земнуть проход пешки. Так, так, так. Ух, как много пехотинцев у черных. Ну, с другой стороны, одна белая пешка а, видимо, страшнее всех. Сильнее всех. Ну, что, ладья а8, наверное, да? Как-то надо подальше идти. Вот. И пешка а пошла. Вперед. Вперед. И еще раз вперед. И ладья d8. Сдавайся. Ладья d8. Сдавайся, Ричард. Ну, ничего ты тут не поделаешь. А8 ферзь. С лишним ферзем Грещук особенно опасен. Как всегда. Ферзь бьет c6. Вот такой циничный ход. И, кажется, мы выиграем четвертый раз подряд. Есть. Браво. Ну, смотрите, откинулся в своем стуле. Рихард, он понимает, что, конечно, исход матча, видимо, уже предрешен. Плюс 5 у Грещука. Плюс 5. Айда. Айда Саша. Вот он экономил силы специально для финишной бровки. Где-то накатил.